Терморегулятор Терморегулятор Для улучшения строительного мусора необходимо провести уборку помещения щеткой. Затем необходимо произвести обработку пола грунтовкой для улучшения контакта поверхности с цементно-песчаной стяжкой. Далее осуществляется разметка мест, где устройство теплого пола не требуется, например, под стационарно стоящей мебелью, сантехникой и так далее. Кроме того, следует учесть отступ от стен не менее 5 см, а также то, что нагревательный кабель должен находиться на расстоянии не менее 10 см от других нагревательных приборов, например, от стойков и труб центрального отопления. Укладка теплоизоляции и закрепление монтажной ленты Уложите теплоизоляцию на поверхности пола. Если теплопотери через основание минимальны, например, под помещением находится обогреваемая комната, то укладку теплоизолирующего материала небольшой толщины в 3-4 мм можно производить только на площади обогрева. Если основание холодное, следует подобрать теплоизоляцию соответствующей толщины и прочности, укладывать по всей площади помещения. Крепление теплоизоляции можно производить любым клеящим материалом, не нарушающим целостность структуры теплоизоляции. Для раскладки нагревательного кабеля закрепите отрезки монтажной ленты с шагом 0,5-1 м. Крепление ленты можно производить различными способами, обеспечивающими связь с основанием, например, с помощью дюбелей и саморезов с условием сохранения целостности гидроизоляционного слоя. Монтаж нагревательных секций Перед началом монтажа нагревательных секций необходимо выяснить шаг укладки с учетом окончательной корректировки обогреваемой площади. Он рассчитывается по формуле. Допустимое отклонение шага от расчетного не более 10 мм. Укладка начинается с подводки монтажного конца нагревательной секции к месту расположения терморегулятора. Соединительную муфту и начальный участок нагревательной секции закрепите на полу и с этого места начните раскладку секции. Кабель укладывайте равномерно, без пересечений. Строго соблюдайте постоянный шаг укладки в пределах всей обогреваемой площади. Недопустимо сближение уложенных витков кабеля на расстояние менее 8 см. Зафиксируйте концы петель кабеля, загибая вокруг него выступающие язычки монтажной ленты. Изгибы петель должны быть плавными, без изломов и натяжения кабеля. Расстояние от кабеля до стены должно составлять около 5 см по всему периметру обогреваемой площади. Соединительные и концевые муфты секции должны находиться на полу. Монтажные концы нагревательной секции выводятся к терморегулятору. При укладке одножильной секции соблюдается те же правила, что и двухжильной, но при планировании раскладки следует учесть, что к терморегулятору подключаются оба монтажных конца секции. Во избежание механических повреждений нагревательной секции, ее монтаж следует осуществлять в обуви с мягкой пружинистой подошвой, либо укрывать поверхность с разложенной секции листами фанер или какими-либо другими материалами, препятствующими механическому повреждению. Установка и закрепление датчика температуры и терморегулятора. Расположите датчик температуры в пластмассовой гофрированной трубке. Датчик должен располагаться внутри трубки вблизи ее конца. Его соединительный провод должен выходить с другого конца трубки. Конец трубки с датчиком, оканчивающимся в полу, плотно закройте специальной заглушкой для предотвращения попадания внутрь цементного раствора. Выведите трубку от места расположения терморегулятора в пол. Радиус изгиба трубки должен быть не менее 5 сантиметров. Расстояние от стены до конца трубки, место установки датчика 50-60 сантиметров. Закрепите трубку между витками нагревательной секции на равном расстоянии от них. Датчик температуры в гофрированной трубке должен доходить до монтажной коробки терморегулятора или промежуточной распаечной коробки. Такой способ монтажа датчика применяется для того, чтобы можно было при необходимости заменить датчик, не вскрывая пол. После установки датчика канавку для монтажных концов нагревательной секции и датчика заполните раствором. Концы монтажных проводов нагревательной секции и датчика температуры необходимо облудить и подключить к терморегулятору. Проверьте электрические соединения. Затем кратковременно, примерно на одну минуту, подайте сетевое напряжение и проверьте работоспособность системы. Должен загореться светодиод на лицевой панели терморегулятора и начаться нагрев секции. Снова отключите питание. В соответствии с гарантийными требованиями зарисуйте схему монтажа теплого пола в приложении конструкции по монтажу и эксплуатации теплого пола с обозначением соединительных и концевых муфт датчика температуры. Устройство цементно-песчаной стяжки или наливного пола. В соответствии с инструкцией по приготовлению и применению сухих смесей приготовьте раствор в требуемом количестве. Произведите заливку стяжки. Толщина стяжки для теплого пола должна составлять 3-5 см. Если под теплый пол укладывается тепло- или звукоизоляция толщиной более 5 см, то в этом случае толщина стяжки должна составлять не менее 3,5-4 см. Время полного высыхания стяжки указывается производителем смеси. Обычно для цементно-песчаного раствора это 28 дней. После полного высыхания раствора теплый пол готов к работе. Редактор субтитров А.Семкин